Я написала серию статей о заключенном Зубайре Зубайраве, который подвергался пыткам в Волгограде у нас в одной из колоний. Я писала об этом много и в конце концов руководство колонии возбудило против меня дело, пытаясь обвинить меня в клевете. Они инициировали против меня судебные процессы, этот суд выиграли. Согласно решению суда я должна была написать опровержение, что якобы на самом деле я сознательно своими статьями ввела в заблуждение читателей, никаких избиений не было. Они не были заинтересованы, чтобы правда о том, что творится в колонии, как-то выходила наружу. Они хотели дальше все это в тишине, чтобы никто не знал и все это продолжает творить. Когда тебе становятся известными такие сведения, то я считаю, что молчать о них это тоже в некотором роде преступление. Ты их покрываешь и с ними как соучастник становишься. Если ты ничего об этом не говоришь, когда ты имеешь возможность. Там было очень такое интересное опровержение, которое они сами за меня составили, где было сказано, что сотрудники этого ФСИНа находятся на службе государства, и эта служба требует от них выдержки, мужества. Мы, так сказать, журналисты, своими статьями порочим их репутацию, позорим их в честь и наносим им моральный ущерб. Это прямо все вот это вот примерно в таких выражениях было в тексте этого опровержения, которое я должна была опубликовать в газете «Комсомольская правда», чего, естественно, я отказываю сделать, поскольку считаю, что все, что я написала, было абсолютно правдой, и нет для меня необходимости, нет возможности опровергать свои слова. Да, угрожали, типа, кто защищает врагов России, с тем, типа, мы будем разбираться. Вот угрозы со стороны националистических организаций, там один из врачей этой колонии состоит в нацистской организации, Русский общенациональный союз. Ну, вообще это ужасно, что убивают журналистов, потому что вот их убивают, и никого не остается. Вот убили Политковскую, ей, как бы, ну, действительно, не нашлось замены, это, как бы, было очевидно, что не найдется. Одних убивают, а другие, как сказать, там, может, более слабые, они, там, пугаются, отходят в сторону. Убивают, действительно, самых лучших журналистов, самых честных, самых правдивых, самых порядочных, поэтому и самых опасных. Субтитры создавал DimaTorzok